Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня во всех храмах совершается служба, прославляющая новых мучеников российских. Слава Богу, что теперь появилась такая возможность, и многие из них прославлены. И этот процесс прославления новых мучеников будет идти и дальше. Каждый день практически приносит новые имена. И теперь уже даже такая процедура прославления новых мучеников упростилась. Каждая епархия теперь занимается такими исследованиями. И на рассмотрение Священного Синода, не дожидаясь даже всего Архиерейского Собора, для того, чтобы эти имена были названы, и народ бы Божий им молился. И это очень хорошо. Потому что современная такая ситуация в мире, даже вот сейчас мысль такая пришла в голову. Раньше как-то вот основная часть населения там, еще сто лет назад, жила в деревне. И, конечно, огромная милость Божия. не было ни газет, не было ни радио, ни телевидения, ни интернета. И как было замечательно. Потому что обычно эти все как-то орудия используются людьми весьма далекими от Христа, можно сказать, погаными. То есть язычниками, в переводе с латыни. Поганы – это значит язычник. И, конечно, это на людей оказывает очень пагубное явление. Потому что вместо того, чтобы какой-то пультик приносить, все дальше и дальше отодвигают спасение. Вот если бы Иван Федоров или Гутенберг посмотрели бы, к чему привело книгопечатание. Они, может быть, хотя они это для того, чтобы Слово Божие печатать, но вот это изобретение такое далеко идущее очень много помимо добра сделало и очень много зла. И трудно так вот подсчитать, чего больше? С интернетом там понятно. Вот те, кто в нем работает, они говорят, что всякие порнографические сайты посещают там во много раз больше, чем всякие образовательные так сказать, народы интересующиеся. Вот. И тут можно взвесить, так сказать, что вот чего сколько добра а сколько зла. Вот. А в смысле вот какой-то художной литературы трудно сказать, что вот что больше принесло пользы. Те, кто лирой чувство доброе возбуждал или чувство недоброе. Как взвесить? и вот часто совершенно невозможно предположить, как будут развиваться события. Вот, например, мы все знаем и вот даже сострадали этим процессом. Когда готовилось и следовалось житие канонизация царя Николая со всем его святым семейством. Ну, безусловно, так сказать, люди святые и жизнь такая была наполнена страданием и ну, для России так сказать, страдание это как говорится удел практически общий, но тут еще вот такое поведение очень такое благородное, можно сказать, изысканно христианское вот в этом страдании. Ну, тем не менее, все равно находились люди, которые как-то, ну, никак не могли с этим примириться с тем, что будет канонизован когда-нибудь император. Ну, как это вообще возможно? Даже из очень таких людей весьма вполне разумных и достойных. Вот. Ну, вот как-то у них не укладывалось в голове. А вот иконы с изображением святей Николая уже, так сказать, распространялось по храмам и у многих дома были. Вот. И все, и хотя иерархия к этому, как-то, этот процесс пытался как-то тормозить, святейший издавал некоторые указы, что до тех пор, пока не канонизован тот или иной угодник Божий, распространять его в священное изображение это неправильно. Вообще нарушать церковную дисциплину это неправильно. А вот теперь вот смотрю, уже такая активная лобби появилась по прославлению Ивана Васильевича Грозного. Иконки распространяют и там вместе с Распутиным там в обнимку. вот думаю вот как вроде император Николая вроде бесспорная так сказать фигура. А уж Иван Васильевич никак не годится вот для этого дела. А уже как бы навык не слушать того, что церковное начальство говорит. Уже в церковном народе развился. И сколько вот от этой недисциплинированности теперь и вреда. Вот. И вот как это бывает, что иногда вещь не только безобидная но и даже на вид полезная потом может быть попозже оказаться такой что просто из-за голос схватишься. и действительно вот когда как бы цепи коммунизма рухнули вроде бы основная часть народа так возрадовалась. Ну слава Богу свобода. Вот. Ну а когда свобода стала поворачиваться там огромным количеством убийств наркомании там огромными людскими потерями там люди вымирают многие так сказать молодые люди стали как бы проституцией деньги зарабатывать просто в тысячи раз увеличилось там даже среди детей количество сифилиса просто увеличилось в 60 раз. Вообще кошмар. Вот. И так далее. Так, по нему шут с ними с коммунистами. Лишь бы опять кто-нибудь железный занавес надел. Уж ладно потерпим это все. Противные это конечно это вещи эти все все эти Ленины страшные. Действительно жутко. Бывало так придешь на требу кого-то причащать а там на комоде стоит. Я говорю убери золотого говорю не могу причащать. Ты говоришь болеешь. Конечно такую дома держать. Это так честно а так со всех это же тоже этими идолищами отравляется атмосфера. Но когда посмотришь благодаря этой свободе свободе многие не только добро получил свободу но и сколько зла выплеснулось вообще в атмосферу в которой мы дышим и живем. и действительно особенно и вот я тут давеча был в командировке и на таком собрании где собрались ну из большой изрядной части мира из Европы да пожалуй да были одни европейцы нет один африканец был вот такие священники военные которые работают с армейскими частями со многими там я уже встречался и как-то уже такие более-менее связи установились и конечно всякий такой срез как бы общество и тех проблем которые в воздухе витают и самое главное это а вот отношение к этим проблемам то они конечно настраивают на очень такой пессимистический взгляд вообще на то что в мире происходит с одним ирландским батюшкой говорил вот потом видимо у меня лицо так как-то сникло но я не очень вас убил я вообще-то если честно очень я рассчитывал что Ирландия всегда была такая страна где народ был благочестивый верующий как-то такие традиции были добрые он говорит нет сейчас вы знаете даже среди молодых людей уже практически никто не хочет священником быть вот я говорит он такой не старый человек ему еще 45 лет нет вот вот свидетельствовал об этом и вот конечно тут из России не очень понятно что так сказать в мире происходит на самом деле вот эти такие процессы ну можно сказать для веры христианской для людей для духовной жизни они вполне катастрофические вот и именно в чем это такая катастрофичность в скорости развития событий то есть потрясающая скорость просто действительно в течение года просто столько происходит всяких вещей страшных которые раньше могли накапливаться десятилетиями вот и в этом смысле ну единственным может быть я как-то очень дерзко говорю может быть не совсем так но по-моему так кажется вот единственным таким якорем спасения для нас русских людей это является молитва наших мучеников и вообще как-то исследования и жизни постараться проникнуть в тайну их спасения потому что они жили во время которое было очень страшно так у меня жизнь сложилась что я в молодости очень много общался с людьми которые в лагере сидели вот в сталинское время и до сих пор я с этими людьми общаюсь вот сегодня даже с одним перезвонился вот и много из этого из их опыта такого почерпнул вот а вот эти наши мученики они это все прошли не только прошли не только выстояли но в этих страданиях вели себя так славно что своим примером окрыляли еще многих других вот но не только примером конечно это не просто вот так вот один что делает а другой ему подражает это так не так это все бывает это конечно прежде всего молитвенная помощь и вот время было такое когда абсолютно каждый человек понимал что выдержать это страдание ну невозможно поэтому когда человека арестовывали он обычно рассказывал про других все что знал все что не знал и все что забыл его дедушка когда его на свете не было а другие на кого он это говорил ну понимал что а какой еще выход вот такая была атмосфера не потому что там атмосфера была всеобщего доносительства там говорят вот там вот при советской власти там священники там сотрудничали там с НКВД там еще там чего-то с КГБ говорили вот сейчас когда был на этом так сказать собрании военных священников там просто открытость трибуны как инструкция призывает что священник он должен там в армии он должен быть так и информатором для своих командиров то есть а потом еще упрекает там каких-то ну может быть одного из тысячи который таким потом оказывался это очень интересно то что в Европе считается доблестью то здесь уже нельзя вот и так далее то есть понимаешь что ну каково все-таки качество нашего народа и условия ну и вообще свободная жизнь которую мы сейчас имеем она никак не сравнима с тем что происходит сейчас вот на западе что просто люди ну испытывают всякие страхи ну вполне сравнимо со страхами там 37-го года другое дело им того не грозит чем что грозило тутшним людям но по вот мироощущению там сейчас на западе этого много больше при внешней такой легкой вроде такой атмосферы можно сказать полупраздничной а на самом деле довольно мрачно все вот и при этом вот при такой атмосфере когда такие страдания и мучения и издевательства так велики что не только люди не выдерживают а другие даже это оправдывают находились люди которые это все выдерживают и очень твердо себя вели и вот интересно как Господь им помогал от многих эти все мучители даже отступали в виде их твердости и самое славное конечно что таких людей были не единицы и не десятки а тысячи и тысячи твердых людей которые ну вот никак не могли ну просто не говоря громких таких и важных слов как вот там заповедь Божия или там вера и так далее а просто вот человек не мог поступить там непорядочно или не мог сказать нечто что от чего другому было бы плохо вот я знаю одного человека который кто-то ему когда он в лагерь попал а он молодым человеком попал он был 19 лет он был студент 19 летний парень и ему кто-то сказал о там в камере или на пересылке в общем не помню кто-то сказал о сейчас не бьют и он так стал твердо держаться и все допросы очень твердо держался и никого вообще ни о ком ничего не показал вот а потом однажды он сидел в камеру и втащили одного тоже арестованного втащили почему он не мог идти его вбросили и он увидел что этого человека били так как будто по нему танк проехал и когда он испугался говорит мне сказали что они бьют но так бьют это вообще а он там чуть не в героях ходил я совсем не был героической личности но то что он твердо так держался ему дало возможность выстоять хотя он такой человек тогда еще был нерелигиозный сейчас он в церковь стал ходить на старости лет вот он говорит обуял его ужас только от той возможности что бы с ним могло бы быть только от одной такой возможности вот такое было страшное время оно было совершенно беспощадно вот из его круга который с которым он сел все сели и сел тот кто их как бы заложил и провокатор то есть провокатор был как бы организатор этой группы с целью чтобы потом их всех посадили и сам провокатор сел и все они сели и те кто всех на всех все рассказал сел и он который ни на кого никого тоже сел и все получили по 10 лет то есть как то есть независимо от того там хороший ты или плохой японский ты шпион или не японский или там ты все рассказал или ничего не рассказал конец один ты просто попадаешь в такую машину которая абсолютно безжалостная тут даже ни на кого обижаться как бы и нельзя потому что через некоторое время и эти следователи все пойдут туда же только их еще и расстреляют вот ну потому что много знают а это как бы опасно этим тех кто следователей этим еще хуже то есть вообще безвыходная ситуация и вот в этой атмосфере такой жути когда практически каждая семья каким-то образом прикоснулась к этому страшному вот к этой страшной машине как вот у Кавки есть такой рассказ про такую машину и вот здесь нечто подобное только это не художественное произведение а реальность и вот на этом совершенно черном фоне сияют звезды вот этих благородных людей которые отстаивают возможность для себя оставаться людьми даже если вокруг ну мир полностью сошел с ума и вот в этом абсурде к сожалению не театральный а такой натуральный где пахнет действительно горелым мясом вот в этом абсурде жили люди и оставались людьми конечно наше время более лукаво более подло более безумно и проблемы людей мучают тоже часто какие-то ну странные какие-то ну какие-то вымышленные вот канонизовать Распутина или не канонизовать ну буквально вот такой уровень сознания как будто вот сейчас вот что-то произойдет что что зачем как зачем из этого делать проблему вот человек входит в состояние какого-то пафосной борьбы там с чем-то он все время хочет что-то доказать что-то достичь вот и находит себе возможность такую а спасение души оно совершенно этого не касается абсолютно это все в каком другом ряду в другом измерении находится и вот наше богослужение так устроено и вообще жизнь духовная она такова это действительно царство небесное которое и посреди нас и внутри нас и для нас есть такая возможность вот войти в этот другой мир совсем а как это сделать а вот как живя в этом нашем волчьем мире таком лживом бесстыжем нахальным и циничным в то же время находиться на уровне поступков не говорю каких-то святых ну просто нормальных людей это уже благо потому что вот это такая ну просто нормальность когда человек может человеку что-то сказать не имея какой-то двойной мысли это уже большая драгоценность по нашему древние святые говорили что в последние времена люди будут спасаться только тем что хотя бы в вере устоят потому что ну никаких таких особого такого благочестия подвига просто невозможно будет даже как-то и совершить но действительно в какую-то пустыню сейчас удалишься и куда придет участковый и скажет ты что прописан тут и это и это везде у нас-то еще какие-то есть пустые пространства а вообще-то куда в Европе ну куда ты куда ты денешься невозможно все все абсолютно прозрачно абсолютно вся жизнь человека особенно при современных технологиях когда можно вообще все телефонные разговоры всех людей всего мира все записать и это будет очень небольшая коробочка а так по поисковой системе нажал на кнопку и там смотри что он там говорит с кем чего куда купил пошел все все его траты все все ну просто вплоть до мыслей сразу ясно каких он настроений с кем он общается с кем учился и так далее это все целиком вся его медицинская карта и так далее человек абсолютно прозрачно и в этом смысле конечно чтобы оставаться христианином и иметь возможность удержаться на уровне нормального человека нужно естественно жить так чтобы твое досье оно никак не могло тебя никак упрекнуть ну за исключением клеветы это всегда можно а ты террорист как вы извините вы демократ демократ суд был не был а как ты можешь человека объявить террористом если не было постановления суда как это уже извините вы нагружаете демократическую норму а где ваша политкорректность за это за то что ты Бен Ладена обозвал террористом тебе под суд надо как ты по всем нормам любого права любой страны европейской то есть так обвинить в чем-то голословно оклеветать только так ну так тут уж ничего не сделаешь сколько всяких слов было сказано по поводу каждого мученика а уж сколько святейшему патриарху Тихону досталось какими только эпитетами его не награждали а все равно народ различает кто говорит и как и вот очень важно нам не потерять возможность различать очень важно потому что если мы потеряем эту возможность вообще различать добро от зла то мы конечно окончательно во всех этих распутинах запутаемся это совершенно точно вот поэтому единственное что нас может как-то удержать на каком-то уровне церковного сознания это только одно это так и Господь задумал это вот именно иерархический строй церкви а иначе в противном случае мы очень быстро превратимся в общество протестующих они так и называются протестанты я говорю протестанты я говорю против чего протестуете вот смысл такой только лишь бы был протест вот и тогда если протест если каждый сам знает что это значит каждый сам какую-то оценку выставляет каждый сам канонизует кого ему нравится а тогда церковь перестает быть как собрание во-первых единомыслящих людей которые хотят выправить свои мысли то есть покаяться согласно Евангелия тогда каждый по себе тогда все распадается действительно это когда вот дьявол как раз этого и хочет каждый отстаивает свою правду и потом в конце концов он ее отстоит но он ее отстоит от истины которой есть Христос святые мученики нам показывают при всем разнообразии у них тоже какие-то мнения были разные многие из них к разным направлениям церковной жизни принадлежали но было одно одно главное их вот это вот такая глубокая нравственная жизнь которая дала возможность и церкви их прославить а нам у них учиться поэтому не надо как бы лениться читать жизни этих людей не жалеть время вглядываться в их фотографии обязательно молиться им для того чтобы нам тоже хоть часть какую-то толику духа который горел в их сердцах и нам приобрести это будет для нас таким благом можно сказать путеводителем таким в нашем таком очень сложном духовном мире спаси себя господи и не не г в не в не 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 в не